В минувшие выходные в Москве завершились соревнования по гребле на лодках-драконах на Кубке Президента. Грибцы из Приморского клуба «Инфинити» одержали победу во всех заездах и вернулись во Владивосток с четырьмя золотыми медалями. Подробнее о соревновании рассказал один из грибцов в вечернем эфире радио ВИБИСИ. Это традиционные соревнования, они проходят в Москве. В этом году, конечно, были сложности в связи с пандемией, но собрались три команды, которые были в Крылацком, которые были поделены по цветам российского флага. Экзотический командный вид спорта зародился более двух тысяч лет назад в Китае. Одни связывают его происхождение с тем, что в древности подобными ритуальными состязаниями на лодках люди пытались задобрить дракона. Другие же утверждают, что спорт появился как дань уважения и памяти министру и патриоту и поэту Кью Юань. Обеспокоенный судьбой государства, поэт предвидел скорый конец империи и предпочел броситься со скалы в реку. Клуб был создан для того, чтобы популяризировать спорт среди спортсменов в возрасте, ну и молодежь тоже. В наши дни гребля на лодках драконах получила большое развитие в Приморье. Местные спортсмены регулярно представляют страну на международных соревнованиях и зачастую занимают призовые места. В ближайших планах клуба выступить на Кубке губернатора. Далеко идущие планы, это следующий год, 21 в мае, будут проходить World Master Games, так называемые. Это всемирные игры мастеров или олимпиада для ветеранов. Там по разным видам спорта, по гребле тоже, она будет проходить в Японии. И если мы будем, кто-то из нас будет включен в состав, мы будем готовиться и поедем на две недели в Японию. Помимо богатой истории во всероссийских и международных гонках, спортсмены из «Инфинити» имеют огромный опыт выступления на региональном уровне. Цели клуба «Триумфатора» – поддержка спортсменов категории 50+, и популяризация спорта среди всех возрастных категорий. Дмитрий Беломеснов, Владислав Шлыков, Денис Фадеев. Новости на восьмом.